Вы, наверное, слышали, что в Советском Союзе секса не было. О нем не говорили, его не показывали. В общем, тема всячески табуировалась. Сейчас 23-й год, но ситуация почти не поменялась. Шоу «Беременна в 16» собирает многомиллионные просмотры. В нем, если вы не смотрели, показывают истории девушек, которые столкнулись с ранней беременностью. Тяжело на уроках, просто, ну, токсикоз, ты все время спать хочешь, не высыпаешься. Какие-то домашки делать, ну, у тебя просто времени нет. Просто тебе настолько плохо, настолько спать хочется. Как бы вы к этой передаче не относились, она поднимает важную тему подростковой сексуальности. Подростки знают о сексе, но это игнорируют депутаты и духовные деятели. Всякие гуманисты, которые предлагают секс-просвет, это игра с этими резиновыми изделиями, которые натягивают на огурцы. Достаточно для детей изучить закон Божий, чтобы знать, что можно, а что нельзя. Как уроки секс-просвета выглядят в современной России? Нужны ли они вообще? Если да, то для чего? Разберемся в этом видео. Меня зовут Кагершин Загиева, и вы смотрите «Это не так». На данный момент в России нет общепринятой программы секс-просвета для подростков. Единственная попытка вести секс-просвет была введена в 1993 году. Но тогда активизировались пролайферы, которые требовали запретить сексуальное просвещение, даже контрацепцию, аборты. Начали появляться материалы, осуждающие секс-просвет. В одной из таких статей с заголовком «Куклы или презерватив» половое воспитание приравнивали к сексуальному совращению детей. Против секс-просвета выступила и РПЦ. Такой была первая и последняя попытка вести уроки полового воспитания в российских школах. Сейчас некоторые школы организуют уроки полового просвещения, но не в рамках отдельной дисциплины, а в рамках других предметов или на классных часах. Эти уроки невозможно воспринимать всерьез. Мальчиков и девочек разделяют на разные группы и показывают ролики, в которых говорится о важности целомудрия и воздержания. Женщина – это кто? Это хранительница очага, это мама, это любящая супруга. И она должна сохранить свое здоровье для будущего потомства, для того, чтобы быть здоровой, красивой мамой. Иногда связанные с секс-просветом уроки в школах проводят не штатные сотрудники, а приглашенные эксперты. Вот один из них – кандидат социологических наук Константин Шестаков. Каждый год он читает лекции на тему семейных отношений и секса в нескольких десятках учебных учреждений. Помимо этого он ведет свой YouTube-канал и сообщество ВКонтакте, где размещает образовательный контент. А вот лекция Константина о том, какой должна быть девушка, чтобы удачно выйти замуж. Если вы будете собой, вы будете красивыми именно для вашего суженного, и вы действительно сможете создать крепкую, счастливую семью в дальнейшем и быть счастливыми и здоровыми. Как рассказывает сам Шестаков в своих видео, он начал проводить уроки в школах в 2004 году. Сначала он договаривался с учреждениями, сотрудников которых лично знал. Позже Шестаков занял должность в организациях «Покров и спаси жизнь». Обе они выступают против абортов. Сейчас он выступает именно как представитель этих организаций. По словам Шестакова, он уже объехал школы в 38 регионах страны, от Калининграда до Камчатки. Если у вас возникают вопросы к методологии и экспертности Шестакова, то у государства их нет. Потому что идеи, которые он проповедует, представляют собой стандарт, опять же в кавычках, секс-просветов России. Шестаков может похвастаться десятками рекомендаций и благодарностей от образовательных учреждений. Его программу лекций одобрил даже экспертный научно-методический совет Санкт-Петербургской академии. А в 2017 году фонд президентских грантов выделил деньги на один из его проектов. Основной тезис противников секс-просвета в России звучит так. Половое воспитание – это пропаганда раннего секса и беспорядочной половой жизни. Под предлогом защиты детей от сексуального насилия как раз-таки совершается их развращение. Те, кто поддерживает этот тезис, опасаются, что подросткам еще слишком рано знать о сексе, а значит рассказывать о нем не нужно. Тем не менее, по данным Минздрава, первый сексуальный контакт у большинства подростков происходит в 16-17 лет. Табуирование темы приводит к отсутствию элементарных знаний о сексе и, как следствие, к небезопасному поведению и укреплению мифов о теле и здоровье. Например, подростки начинают верить, что прерванный секс защищает от беременности, что все инфекции, передающиеся половым путем, проявляются сразу, или что реальный секс похож на то, что показывают в порнофильмах. В нашем первом видео мы говорили о масштабах эпидемии ВИЧ в России. Более полутора миллиона человек в стране ВИЧ-положительной, то есть каждый сотый россиянин. Посмотреть это видео вы, кстати, можете на нашем канале. Но мало кто об этом знает, потому что о проблеме не принято говорить, а именно для этого и существует секс-просвет. Рассказывать о том, что такое ВИЧ нужно, и надо говорить о других инфекциях, передающихся половым путем. Ведь существуют еще гепатиты B и C, вирус папилломы человека и множество других опасных вирусных и бактериальных инфекций. Сексуальное просвещение – это не уроки о том, как заниматься сексом. Это комплексная система знаний и навыков, которые включают информацию о человеческой сексуальности, об анатомии, о принципах здоровых отношений и, конечно, профилактике заболеваний. Секс-просвет существует для того, чтобы люди научились принимать ответственные решения в отношении своего тела и здоровья. Психологи рекомендуют начинать говорить с детьми о телесности с раннего возраста, постепенно объясняя, например, как появляются дети. Семьи до десяти такой хороший, ну, есть термин предпубертат, и психологи его еще называют периодом предподросткового сближения. Еще не пубертат, уже не первое детство, и ребенок еще очень хорошо слышит родителей. Разговор об анатомии помогает детям осознать свои границы, физические и эмоциональные. Например, с самого детства ребенку необходимо знать, что к его гениталиям не имеет права прикасаться никто без его разрешения. А с определенного возраста даже родители. Еще детей важно учить называть вещи своими именами, то есть вместо печенек, стасисок, краников, не бояться слов вагина, вульва, пенис, мошонка, месячные и так далее. Почему это важно? Потому что если ребенок не будет знать нормальных слов, то, столкнувшись с насилием, он даже не сможет рассказать о нем. Сейчас в школах и на федеральных каналах введены разговоры о важном. На этих уроках поднимаются совершенно разные вопросы. Например, был урок о том, какую роль в семье должны играть мужчины и женщины. Но никакого грамотного научного разговора на тему полового просвещения на этих уроках не ведется. Остается только надеяться, что родители смогут самостоятельно научить детей понимать собственное тело и заботиться о нем. А как о сексе узнавали вы? Делитесь своим опытом в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова